В эфире Beauty Time. Всем здравствуйте! В ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. Ежегодный парад моды на Кировке вновь познакомил челябинцев с модными тенденциями сезона. Чем на этот раз удивляли горожан, режиссеры-постановщики грандиозного шоу, смотрите прямо сейчас. В этом году парад моды радовал зрителей не только большим количеством коллекций, но и красочным шоу, темой которого стали здоровый образ жизни и бережное отношение к окружающей среде. Эко-тренд проявил себя во всем многообразии естественных природных оттенков, представленных коллекцией. Мы просто показываем то, что, например, шьют, в разных странах мира шьют, к нам привозят, и мы это можем показывать. Конечно, задачи перед нами стоят осень, зима, 17-18 года. Поэтому мы привлекаем и нарядную одежду, конечно, одежду для детей, одежду для мужчин. С каждым годом среди участников парада моды становится все больше местных дизайнеров и швейных предприятий. Есть в их числе и те, кто поддерживает парад на протяжении многих лет, как, например, дом моды «Фортуна». Мы сегодня воплотили какие-то свои мечты определенные и сложились с тенденциями моды. И получился такой микс, но такой очень, знаете, креативный, такой достаточно заявляет о себе. Мы всегда, когда делаем коллекции, мы обязательно учитываем то, что это не только подиумная должна быть одежда, это должна быть одежда носительная, чтобы девочки наши и мальчики тоже носили эти вещи. И именно в повседневной жизни, чтобы они именно были украшением. То есть, как бы они друг друга украшали, допустим, одежда украшала наших девушек, и наши девушки нашу одежду украшали. В нашей коллекции центральная фигура – это кожаный плащ. Вроде как будто бы это и платье, да, и в то же время плащ. Вот такой микс, он как-то нас навевал на какие-то мысли, да. Мы все-таки решили все это объединить и поставить эту центральную фигуру в коллекции. Дизайнеры с удовольствием поддержали тематику парада. В частности, это отразилось в некоторых коллекциях. Наши дизайнеры очень хорошо постарались. И самое основное – все сделано из натуральной механики. Притом, это вареная шерсть, штабели. И, ну, конечно, это с элементами уже современными, но лучше, чем придумали наши предки, просто придумать невозможно. Как раньше было. Батюшка поехал на рынок и всем сарафаны. Он берет всех, приносит домой, подходит, что худеньким, что полненьким. Всем. И все довольны. Снег, бабочки и другие спецэффекты. Дефилена Кировки вышла за рамки своего жанра. Над созданием шоу работали и хореографы, и вокалисты. А кроме профессиональных моделей, на подиум вышли медийные персоны города. Это новый опыт для меня. Мне очень интересно было выступить. Я поучаствовал, немножко было волнительно. Хотя я, конечно, очень много участвую в различных общественных, больших мероприятиях, особенно спортивных мероприятиях, где выступаю там. Ну, для этого особенно опыт. А для горожан, конечно, это праздник. И очень много людей увидело интересных и красивых людей. Я понимаю, насколько это серьезный труд. Правильно выступить, правильно выйти. Очень хорошо и красиво себя показать. Посмотреть на главные модные события собрались сотни жителей и гостей города. Парад привлек даже тех, кто просто прогуливался мимо. Мы просто выгулялись, выгулялись, выгулялись. Мы слышали, такое интересное, веселое. Ну, дай посмотрим, кто наблюдать. И прям за этим внимание очень интересное, на самом деле. Мне кажется, амбензаторы хорошо мне подошли, как соответственно. Чувствуется много профессионалов. Если главная идея показа – познакомить Челябинск с модными тенденциями, то в качестве сверхзадачи можно обозначить воспитание хорошего вкуса в целом. Ведь все, что было показано этим вечером на подиуме, обладает еще и эстетической ценностью. Вы смотрите программу «Бьюти Тайм». Продолжаем выпуск. В день города известные персоны пробовали себя не только на подиуме в качестве моделей. Некоторые, напротив, из фэшн-сферы перебрались на эстраду и вместе с юными профессионалами спели на главной площади города. Один раз я пела, когда мне было лет 9. Никогда не пела в карауике, никогда их не посещала. Потом мне позвонила Анна Мальцева, которая занимается продюсерским центром «Виктория». И как раз-таки была ответственна за это мероприятие вместе с Анатолием Зотовым. Я говорю, давай будем петь. Я подумала, что они ошиблись, наверное. Но в этот день я слышала в машине свой гороскоп, который мне сказал, вы сегодня должны попробовать то, что вы никогда в жизни вообще не делали, что вы всегда отрицали. И как-то вот почему-то он у меня запал. Вот этот совет гороскопа. И потом я резко вспоминаю, что мне вот это подзавет. И не бывает. В тот вечер звучали песни разных настроений. От веселых танцевальных до душевных лирических. Мы за кулисами с Ларисой пересеклись один раз. И я говорю, какая песня? Она говорит, вот такая-то, такая-то. Она мне дала почитать текст. Когда выходит дети с цветочками, начинают стихи читать, у меня автоматически слезы, все, я не могу. Это просто душесчипательное зрелище какое-то. Мне когда сказали, будешь эту песню, пить группу Айова. Когда занимаются профессионалы, да, они видят человека и могут подобрать. Так что я могу подобрать вещь и сказать, это ваше, это не ваше, закрытыми глазами на ощупь, сколько она стоит. Также, наверное, и человек, который занимается протестированием, может сказать, вот это вот девушки, вот эта песня, вот это и вот эта песня. И мне кажется, как вообще всем были подобраны песни, это гениально. Пробовать себя в новом качестве идея очень актуальная. И участники этого концерта со своей задачей справились. Художник отличается от обывателя способностью видеть необычное в привычных предметах. Взять, к примеру, человеческое тело. Оно является источником творческой информации для многих современных фотографов. И этой теме посвящен проект «Фото тело» кураторской группы «Софт Фокус». Очередную выставку этого проекта посетила журналист «Бьюти Тайм» Лина Ахмедшина. Давно ли вам приходилось тщательно рассматривать линии на ладони, морщины у глаз или собственную пятку? Если это и может показаться неувлекательным, то только до похода на выставку художницы-конституалиста, фотографа Юлии Бештанка. Загадочная красота таких знакомых уголков человеческого тела захватывает в первых минут. А наблюдательность автора вызывает настоящую зависть. Мы назвали выставку «Протогея», и Юля сразу с этим согласилась, потому что «Протогея» — это первая земля, это понятие ледницы. Я думаю, что выставка достаточно концептуальна и интеллектуальна, чтобы мы могли упомянуть именно ледницу, делезу, свифта. Вот это вот концепция ледницы, когда он говорит, что в любой вещи, все возможные вещи, вот это Юля очень хорошо чувствует. Это универсальность материи, когда в песчинке вселенная, во вселенной песчинка изоморшно растворена. Это ей очень близко. На снимках запечатлены фрагменты самой Юлии, а также родственников, друзей, коллег. Кстати, в большинстве случаев модели не узнают себя на фотографиях. Ну, конечно, я прошу, чтобы там моргнули так, сделали так, морщинку там сложили по-другому. Ну, в основном я пытаюсь это словить на натуре. Сделать много кадров, и тогда уже композиционно выбирая, как повернуть фотографию, как ее отредактировать, то здесь, конечно, вступает как бы роль художника. Он уже как бы редактирует фотографию, ее обрезает и потом экспонирует. Сказать, что это макросъемка, можно только технически. Граница целого, фрагмент которого пока с макросъемкой, непредставима. Перед нами не часть какого-то тела, а ландшафт бесконечного мирового тела. Это мы меняем наш штаб. Смотрение, мы оптику нашу меняем, а оно так остается великим, бесконечным, растирающимся в все стороны. Поэтому технически, да, макросъемка. Ну, концептуально, это философия. Экспозиция, состоящая также из авторских книг, видеоарта с пометой 18+, пройдет в выставочном зале Союза художников до 28 сентября. Сюрпризы и подарки, а также специальные предложения на приобретение клубных карт. Подробности у администраторов Gala Dance Riverside по телефону 242-02-04. Вы смотрите Beauty Time. Дарья, в выпуске несколько идей для обновления осеннего гардероба. Идею комплектности стилисты отвергали в последние сезоны, считая костюмы консервативным элементом моды. Между тем, готовые решения дизайнеров вновь стали актуальны. Костюм не всегда предполагает наличие жакета. Например, джемпер с юбкой из одного материала – более сложная сезонная альтернатива платью. Сочетание юбки и свитшота – более демократичная идея, но не уступающая в элегантности и практичности решения. Костюмные сеты существуют и в нарядном варианте, отделанные мехом, с модным принтом и кристаллами. Ну и, наконец, классическое решение – зеловой костюм-двойка с юбкой или брюками. Сегодня его рекомендуют в качестве стильной инвестиции даже тем, кого дресс-клот не обязывают к строгости. В современном прочтении такие костюмы рекомендуется носить с однокомными топами. О человеке многое говорят предметы, которые его окружают. И в этой связи художественный жанр натюрморт – это своего рода портрет. О том, как жили вещи в прошлом, позапрошлом веке, 10, 20 и 30 лет назад рассказывает экспозиция в Музее изобразительных искусств, где представлено 26 картин Третьяковской галереи. Репортаж с открытия, которое стало заметным событием не только культурной, но и светской жизни города, прямо сейчас. Иван Хруцкий, Исаак Левитан, Илья Машков, Юрий Пименов. То, что классическую музыку лучше слушать живую, а картины смотреть не с монитора, начинаешь чувствовать в первые же секунды пребывания здесь, в Александровском зале Музея изобразительного искусства. Картины из собрания Третьяковской галереи представлены в экспозиции «Жизнь вещей». Мы можем увидеть здесь и эволюцию самого жанра натюрморта, и эволюцию русского искусства в этот период, и то, как менялось окружение человека и отношение человека к своему окружению, потому что, конечно, натюрморт – это и слепок эпохи, и портрет человека, как наш письменный стол или наша кухня говорит подчас больше о нас самих, чем наша фотография. Здесь возможен разговор о стилях в искусстве, направлениях в искусстве, о художественных объединениях. Мы хотим, чтобы посетители обратили внимание на художников объединения под Нового Валет, потому что без встречи с ними, без встречи с Машковым, с Кончаловским, с Гончаровой, с Куприным невозможно понимать и чувствовать отечественное искусство 20-го века. 26 уникальных полотен из Москвы и три работы челябинских художников разместились в хронологическом порядке. Самое раннее произведение 1818 года – портрет Ивана Кулибина Павла Веденецкого. Самая поздняя – яичница Сергея Шиховцова, написанная в 2001 году. Пред нами, по сути дела, символ обыденности как таковой, и вместе с тем некая точка или продолжение истории искусства. Ведь любой натюрморт, мир на столе – это взгляд вблизи, взгляд, который позволяет и принуждает нас присмотреться как можно ближе, как можно тщательнее к тому вечному, вещественному миру, который нас окружает. Тот, кто не разбирается в выставочной деятельности, не представляет, что такое привести картины такого уровня, вплоть до того, как они транспортировались. Это специальные термопакеты в каждой картине, специальные транспортные средства, специальная скорость, чтобы не было вибраций. В общем, это очень дорогое удовольствие. Чувство гордости, что Челябинск получил эту выставку, и что Челябинск мог быть спокойно и очень дешево прийти и посмотреть. Любая выставка – это процесс длительный, естественно, он обсуждается, и куратора, в роли которого я выступаю, всегда помогают, сопровождают, вместе работают огромное количество сотрудников и в своем музее, и в музее, который выставку принимает. Поэтому, конечно, мы обсуждали и список произведений, и что может покинуть стены Третьяковской культуры, но главное, чтобы эта выставка была целой, знаете, чтобы она вот ту идею, которая в ней заложена, полностью очень хорошо выражала. Открытие выставки «Жизнь вещей» вызвало ажиотаж как среди ценителей искусства, так и просто любопытствующих. Большая честь принимать у себя такую выставку и повод в очередной раз восхититься искусством, почувствовать то, что, в общем-то, искусство и должно в человеке возгруждать, возрождать, да, это стремление к прекрасному, желание видеть хорошее, красивое, глубинное, ну и здесь собрались прекрасные люди сегодня. Многие картины мы видели в репродукциях, и интересно, когда картину видишь вживую, то есть ты видел ее где-то напечатанную в журнале или в книге, а когда ты видишь вживую, можно изучить имазор, можно поближе посмотреть, то есть это совершенно по-другому. Для многих людей какая-нибудь картина, которую он давно видел в привычном виде, она для него по-новому открывается. С опытом появляется, знаете, уже не тот зрительский взгляд, то есть как у обычного человека, а начинаешь смотреть и думать, как бы я это сделал. И в какой-то мере думаешь, у меня вот такое даже идея не возникла, но это хорошая мысль, типа надо взять на вооружение. Жизнь вещей в работах великих художников можно наблюдать до 5 ноября, а затем полотна вернутся обратно в Москву в Третьяковскую галерею. Мы не можем продлить лето еще на 3 месяца, но зато мы дарим в 3, в 3 раза больше бонусов на карту при покупке билетов в кинотеатре Киномакс. Мы делаем лето лучше. Подробности на сайте kinomax.ru Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда на Сони Кривой 30. Это Beauty Time. Красивые подробности красивых событий в формате No Comment завершает выпуск. Игрантный дизайн новой коллекции Игрантным дизайн новой коллекции Игрантный дизайн новой коллекции Игрантного подробности в ман apple Игрантного дизайных и Rabо 7ан Игрантное разделение Библиотola Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok